Здравствуйте! Нам нужно d, умноженное на 4d в четвертой степени и в степени 1,2 записать в виде подкоренного выражения. Чтобы выполнить это задание, нужно знать следующее. Возвести число в степени 1,2 – это то же самое, что и извлечь корень квадратный из этого числа. Теперь применим это определение в нашем выражении. У нас здесь 4d в четвертой степени возводится в степени 1,2. Значит, это будет равно d, а далее 4d в четвертой степени возводится в степени 1,2. А это, согласно определению, то же самое, что и корень квадратный из 4d в четвертой степени. На следующем уроке я, возможно, объясню, почему именно так получается. Ну, а как упростить такое выражение, мы знаем. Это будет равно d умножить на корень квадратный из 4 и умножить на корень квадратный из d в четвертой степени. Корень квадратный из 4 равен 2. Перед двойкой нужно дописать еще d. А корень квадратный из d в четвертой степени равен d в квадрате. Значит, это будет d в квадрате. Обратите внимание, нам не нужно ставить знак модуля при извлечении d в квадрате. Так как даже если d будет отрицательным числом, то d в квадрате всегда будет иметь только положительное значение. Если бы под корнем было d в квадрате, тогда здесь был бы модуль d. Итак, что у нас получилось? d умножить на 2 и умножить на d в квадрате. Мы можем перемножить степени с основанием d, и это будет d в третьей степени. Значит, в результате мы получим 2 умножить на d в третьей степени. Можно было поступить и по-другому. Мы могли воспользоваться свойством возведения произведения в степени. Итак, d умножить… Мы знаем, что если в степень возводится произведение, то это то же самое, что и возвести в эту степень каждый множитель, а потом их перемножить. Следовательно, это то же самое, что и 4 в степени 1 вторая умножить на d в четвертой степени и в степени 1 вторая. 4 в степени 1 вторая – это то же самое, что и корень квадратный из 4, а он равен 2. А d в четвертой степени еще в степени 1 вторая – это… мы можем воспользоваться еще одним свойством степеней. Если что-то возводится в одну степень, а потом еще в другую, то основание мы оставляем прежним, а степени можем перемножить. Вот эту часть выражения мы можем записать как d в степени 4 умножить на 1 вторую. А чему равно 4 умножить на 1 вторую? Это 2. Значит, это будет d во второй степени. В итоге мы получили d умножить на 2 и умножить на d в квадрате, а это 2d в третьей степени. На этом все. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...